Айтыс, как известно, это песенное состязание казахских акынов, своеобразный музыкально-поэтический спор. Традиции этого народного творчества чтят в Житикаринском районе. Именно здесь действует единственная в Кустанайской области школа акынов, истоки которой были заложены еще в 1983 году. Так что в нынешнем году житикаринцы будут праздновать ее 35-летний юбилей. И с тех пор у нас школа работает, оверсенствуется много со временем. Мы приглашаем всех желающих. Наши акыны часто участвуют в областных, в республиканских мероприятиях. Ранний возраст – это с 13 лет. Если очень талантливый, можно, конечно, и раньше. А старший возраст мы не ограничиваем. Главное, чтобы у него были способности. Песенный поединок организаторы посвятили своей землячке акыну-импровизатору. Айсулу Расбайкызы. Ее считают на родине национальным достоянием. Всего тем для песенных диалогов акынам было дано две. И они должны сегодня воспевать наш район, о чем мечтала наша Айсулу Расбайказа. Да, она мечтала за свою короткую 20-летнюю жизнь о свободе женщин. И очень много написала стихов. Всего в песенном музыкальной схватке встретились акыны, которые имеют высокие титулы и являются участниками не только областных и республиканских, но и международных состязаний. А наслаждались остроумной поэзией в сочетании с музыкой приглашенные почетные гости и земляки, которые были в составе жюри. Касымхан Алдебергенов сейчас живет в Кустанае. Но большую часть жизни он посвятил преподавательской деятельности на житикаринской земле. Я тоже лидер, и лидер, и ветеран от Айтеса Акинов. Первый Айтес районный был здесь в 1959 году. Айтес сейчас совершенствуется, улучшается, находится в настоящих талантах, импровизаторах. Я рад. По итогам песена поэтического турнира призовое третье место разделили представители Камыстинского и Кустанайского районов. Второе место присудили Акыну из Алтынсаринского. Но вне конкуренции в импровизаторском жанре стала гостья из Кустаная Салтанат Утильбаева. Участникам и призерам вручили памятные дипломы и благодарственные письма. Наталья Луговская, присодействитель компании Акцент.